А также интересным нововведением является добавление тайлов. Это новая вкладка в вкладке скрипты, новая подвкладка, которая, две функции, это создать тайл и повторить тайл. Пока нам доступен создать тайл. Мы нажимаем и у нас, используя вот эти вот настройки, стили, мы можем создать либо равносторонний, либо прямоугольный, либо квадрат. Либо прямоугольник. Я создам прямоугольник, прямоугольный треугольник. Я создам, нажимаю ОК, у нас появляется этот прямоугольный треугольник. Это группа объектов во главе с группой, а внутри нее маска и дизайн. Маска представляет собой наш прямоугольный треугольник. А в дизайне мы можем рисовать какие-то объекты, чтобы приукрасить наш сам объект. Чтобы в будущем это было наиболее больше красиво. И также, как вы можете заметить, тут используется маска. По дизайну можно это понять. И давайте сейчас что-нибудь сделаем. То есть, можем тут квадратик нарисовать. Потом сделаем вот тут вот что-нибудь такое. Нарисуем звездочку еще. Вот тут. И можем еще новый слой создать. Это нам не запрещает. Тоже назовем один. А это у нас будет контуры. То есть, давайте сделаем какой-то эффект контуром. Вот такой. И на этом у нас дизайн пока заканчивается. И что теперь делать, спрашиваете вы. А теперь мы должны покрутить или сделать какую-то анимацию, чтобы наши тайлы выглядели более красивыми в будущем. То есть, мы сейчас прокрутим 360 градусов. Не вручную, конечно же. 360. А вот этот объект мы прокрутим в минус 720. Все это происходит у нас за 96 кадров. Можно чуть-чуть растянуть. И в принципе, это выглядит у нас теперь вот так вот. Да, кстати, лучше убрать, потому что будет не очень заметно. Это все дело. Так, давайте красный сделаем. Это у нас выглядит теперь вот так вот. Вот. То есть, как мы видим, у нас еще и цвет меняется. Это еще один эффект. После того, как наш тайл готов, у него есть анимация. Все мы ему сделали. Мы переходим во вкладки скрипты. И при выборе нашего тайла, заходим в тайлинг. И теперь нажимаем повторять тайлы. У нас еще маленькая кошка появляется. Задержка по X и задержка по Y. Это если вы хотите, чтобы у вас анимация не 96 кадров, а чуть-чуть побольше была. Нажимаем ОК. У нас произошла прогрузка. И как мы видим, у нас очень много тайлов сейчас создалось. И это все в сете тайлов. Теперь как это выглядит. При проигрывании у нас все это будет двигаться сейчас. Вот. Как мы видим, это очень красивый эффект. Давайте сейчас от 96 сделаю, чтобы у нас повторялось все. Вот. То есть, очень красивый эффект. Это как эффект калейдоскопа. То есть, у всех, наверное, была такая подзорная труба, в которую смотришь и мир видишь в таких вот непонятных вещах. Очень красиво все это выглядит. Правда, нагрузка эта большая, потому что очень много создается всяких групп, в которых очень много объектов. Квадраты и прямоугольники не очень круто выглядят, потому что они строят из этих треугольников. То есть, чем объект меньше и чем у него форма замысловатей, тем больше получится объектов участвует. Если это будут прямоугольники, то у них будет немного скупая анимация, и это будет выглядеть не так красиво, как если бы это были треугольники. Ну, посмотрите, разве это не красиво? Вообще супер просто. Отличная вещь, я считаю. Продолжение следует...